Дрожь земли. Земля так проголодалась, что начала пожирать людей. И вот. Вообще землетрясение-то как бы было, но... Я перевёл как дрожь земли, поскольку вроде как с землёй всё тут связано. Чувак ратует за матушку землю. Поэтому, по сути, квейк он как дрожь тоже может. Можно его перевезти. Дрожь земли хорошая. Хороший перевод. На мой взгляд. Так, и вот мы пришли... Вот это уже самый непосредственно даунтаун. То есть бизнес-центр. Но уже, как говорится, после землетрясения. Я же говорил, что мы попадём когда-нибудь в даунтаун. Мы и попали. И, в общем-то, вот этот вот уровень, он тоже... Он намного, конечно, попроще. Попроще, чем... Авиабаза. Всё-таки авиабаза самый сложный. Но он один из самых сложных. Этот уровень. Так что тут советую запастись всё-таки пульками для дробаша. Ну и ракетки тоже не помешают. Насколько я помню, здесь автоматических турелек не будет. Но здесь много военных. Здесь есть гранатомётчики. Здесь есть пасечники. Здесь есть пасечники. И прочие элементы. Так что... Рабаш здесь порешает. О, дедушка. Дед, ты куда пошёл с палочкой? Не будем дедушку убивать. Мы не настолько маньяки, чтобы убивать дедушку. Так, кто здесь есть? Я, кстати, не заметил там аптечку. Она такая мелкая. Но я потому что на другой экран... То есть на другой край экрана смотрел. Не появится у браги. Потому что мне сейчас аптечка-то очень даже не помешала бы. Но я про неё абсолютно забыл. Не увидел, что там есть одна маленькая аптечка. Которая бы реально пригодилась быть. Так. Чувак с динамитом. Плохо. Нормально. Так. И здесь где-то есть гранатомётчик. Вон он, собака бродит. Надо как-то от него... Уйти. Здесь нас встретили, но мы были готовы. Блин, а вот кто в меня, Павел, стреляет? Вот непонятно. И откуда, главное. Так. Осталось 9 человек. Опять откуда-то мы появлялись, смотрите. Окей. Вот тебе. Чувак сказал знаменитую фразу, когда этот самый делают... Я не знаю, как это называется, но когда в бейсболе мяч покидает пределы поля. Все так радуются. Как забитому голову. в футболе вообще странный самый как его зовут вид спорта бейсбол но в нем есть свой шар в принципе я там по кабельному телевидению несколько матчей смотрел мне понравилось в общем то такая медитативная игра я еще перед этим кашу википедии правил пришел смотреть на то чтобы не быть совсем нубом нормально по крайней мере бейсбол я понимаю больше чем гольф и понимаю ходить там и между этими лунками запихивать туда шарики эти мячики сомнительное удовольствие однажды меня пытались даже позвать на этот кольф поиграть я отказался на горы учел бы у меня ноги то свои они казенные чтобы там бродить с этими клюшками по вашему полю я так и не понял кто у меня стреляет думал что там кто-то видимо действительно там кто-то это у нас огнемет оказывается это думал то дробаш это огнемет обидно огнеметом мы будем пользоваться в следующей миссии обязательно так напоследок оставлю самое вкусное так у нас осталось три человека и они все в том углу зарылись за вот этим вот обрушенным горячим зданием сайт я подорвал бочки при этом блин его не заделал чистый рандом в те времена а хавоки не слышали так 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 ой блин больно будем было и прицел понимаешь больно было так и все все готовы курорт лап альминого так кто сказал что они пали не могут быть возвращены на путь истинный и вот в этой миссии мы будем юзать огнемётик только надо кое-кого тут гранаткой поподчивать ракетками короче тоже тут игра слов тут по смыслу я бы сказал что там кто сказал что они упали и не смогут встать поскольку это курорт для богатеев я так понял что имелось ввиду не то что они упали и не могут встать то есть это опять же была аллегория на то что они прогнили но кто сказал что они не смогут быть наставлены на путь истинно действительно народ привет народ дедуля извини дедуля что потом сказал что он хотел бы здесь виллу купить да блин никак не прицелиться нет никак не покинул он предел поля мужик теперь покинул здесь можно уже не экономить мужик похожий на росомаху был повержен так здесь у нас турелька чёрт кто поставил на курорте турельку от кого я не понимаю такая надежная охрана блин видите он долбит сначала людей уже потом а уже потом долбит этот долбит турельку и вот вот она гремят так возьмем мы все секретки которые здесь есть пригодятся пойдем дальше так раз два три 4 всех хрустящей корочкой так что у нас здесь здесь у нас опять же боеприпасы ой страуса убил жареный страус хотя никогда его не пробовал может и не очень вкусно если бы был невкусно его бы не готовили есть блюда из страусов то и много так вот как меня не поджигите пацаны так это простые граждане их мы убивать не будем так тебя опять вай-фай пропал так где тысяча шесть человек где они у меня был вопрос у меня встал вопрос у кого чешется ответ так вот еще но это другие считались хорошо кученько легли коктейли пиноколада прямо с бассейна можно вынурнуть все 33 удовольствия турелька мать твою турелька плохо надо что-то придумать бэм опал дедуля беги отсюда отлично аптечка хотя бы аптечка 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 надо взять аптечку никак не получалось как-то за пределы экрана забирается но при этом экран не двигается так пошел ай блин какая зараза побежал прям на меня подожгла меня ну ладно 75 брони это то есть здоровье это хорошо при том что у нас осталось три человека по сути так вот тебя тебя и тебя тоже бум сам себя подорвал так еще двое взял флажок так так не помню я не помню блин по-моему этот флажок с какой-то пасхалкой связан то есть его надо куда-то воткнуть но я честно говоря не помню куда его втыкать просто с ним побегаю прикольно же это же прикольно с флажком бегать ну и все начальная школа улей был зачищен источники заразы и коррупции были источник заразы и коррупции был расчленен помещен в мешок и вышвырнут за пределы нашего мира так и тут у чувака совсем большие приходы начинаются он пришел в начальную школу и решил убить всех детишек но они не убиваются они не убиваются они бессмертные кстати это не я управляю это катсцена потому что вот ему плохо стало совсем-совсем демографическое давление и стрессы современной жизни могут вызвать рост тенденций к насилию городская следа это инкубатор для всех видов неожелательного поведения неважно насколько его злодеяния отвратительны нам но на самом деле он может считать себя героем это классический пример поговорки пойти в разнос в его воспаленном разуме он считает что борется против бесчисленных врагов это не является необычным для некоторых людей верить в то что судьба всего мира у них в руках в конце концов наш субъект отображает все классические симптомы паранойи мы никогда не узнаем точно что вывело его из себя но будьте уверен у нас будет много времени чтобы изучить это ну вот мы и прошли эту замечательную игрушку в принципе тут где-то еще скрылся аддон надо будет посмотреть возможно я аддон тоже запишу так что всем спасибо за просмотр и увидимся в следующих прохождениях в следующих прохождениях в следующих прохождениях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...